Здравствуй, Андрей. Здрасте. Наконец-то мы с тобой собрались, знаешь, как в Молдаване. Бунасяра, скажем так. Бунасяра, Бунасяра. И хочу с тобой вот о чем поговорить. Мы как-то с тобой столкнулись, переписывались и говорил, что сначала мы поговорим об Одессе, 2 мая, потому что это такая вещь значимая и такая переживательная. То есть ты сказал, что ты был практически очевидцем вот этой вот трагедии в Одессе 2 мая. Расскажи, как у тебя это получилось, как ты туда попал, ну, может быть, подробно. Ну, смотрите, я сам из Кишинева. У нас, как бы, Кишинев, Одесса, насколько я знаю, города по-братьямы. Вот. И очень много наших... Откуда у нас этот одесский акцент? Откуда? Вот именно оттуда. Да, и как бы много наших горожан едут в Одессу отдыхать, просто, не знаю, погулять. Так получилось, что вот 14-й год, то есть тогда мы... Я с другом там жил, потому что, как бы, была удаленная работа. Мы, как бы, там арендовали квартиру трехкомнатную на все лето. На все лето и весну. Вот. Ну, и в тот день, то есть 2 мая, мы увидели в новостях, что что-то происходит в центре, но так и не поняли, что. То есть это был обед примерно по времени, там, может, часа два-три. Вот. Ну, мы решили поехать в центр просто вообще узнать. Потому что мы там жили в районе, который называется Аркадия. Это более такой курортный район, где, как бы, ничего подобного не происходило, за исключением там некоторых пикетов. Вот там есть российское консульство в Одессе. Вот оно как раз в районе Аркадия находится. Вот. И мы поехали. Поехали на маршрутке, то есть оттуда, и, как бы, уже когда въехали в центр, то есть вот это вот само Куликово поле, где происходили эти события, оно как раз вот находится посередине между вот этими двумя районами, между, как бы, Аркадией. Ну, это все, как бы, считается Приморский район. Вот. Но все равно ты, когда едешь из Аркадии в центр, то ты все равно проезжаешь через Куликово поле, как ни крути. Да. Но там еще, как бы, на Куликовом поле особо еще ничего не происходило, когда мы туда, когда мы ехали в центр. А уже когда въехали в центр, не помню, то ли по улице Пушкина, то ли где мы проезжали, то есть мы видели огромную идущую толпу. Ну, сложно вам передать вообще, то есть, наверное, тысяча три-четыре человек, ну так, визуально там точно было. То есть мы, естественно, вышли, ну потому что, как, там даже фактически была заблокирована дорога. Вот. То есть мы вышли и, наверное, как, можно сказать, как зеваки, решили посмотреть, что эта толпа собирается делать. Ну… Как выглядела эта толпа? Как она выглядит? Ну, смотрите, большинство людей, которые там были из этой толпы, ну, естественно, это были какие-то горожане, кто-то именно… Обычные люди там. Некоторые были обмотаны, не знаю, флагом Украины, вот как этим… Ну, ничего плохого об этом не вижу. Но именно среди этой толпы вот люди, которые там двигали всех вперед, что-то кричали, то есть очень было много людей, то, что я видел лично своими глазами, в шлемах со всякими битами, щитами, еще с какими-то, ну, скажем так, с экипировкой. Вот. То есть, что такое вообще вот такая огромная идущая толпа? Ну, я первый раз в жизни только видел, лично я. То есть я как бы у нас… Были там в Кишиневе всякие демонстрации, 2009 год там повеселились или неплохо там… Я про 2009 год потом с тобой поговорим. Ну, я не был там, я не знаю, что… Я был. Да. Вот. Ну, как бы, вот эта толпа, когда шла… То есть это еще до Куликового поля, как я понял, она направлялась туда, к Куликовому полю. То есть вот с этого момента я как бы уже начал видеть, что там происходило. Потому что до этого там еще началась заварушка в центре города, когда там эти болельщики с этими демонстрантами кто-то там был. Вот, в общем, я потом только уже смотрел по роликам, что там произошло, но я этого всего не видел. Вот. Пока эта толпа вот шла к Куликовому полю, то есть на моих глазах били витрины магазинов, били рекламные щиты. То есть… Ну, раз накручивали как бы себя, да, то есть… Людям нужна была движуха. Это именно вот так и называется. Людям нужна была движуха. То есть они шли, все эти возгласы там и так далее, крики «Слава Украине!» и так далее. Ну, наверное, ничего плохого в этих криках нет, просто не знаю. У нас как-то вот на улицах никто «Слава Молдове» не кричит, хотя все Молдову любят. Нам это просто не нужно. Вот. Если им нужно, пожалуйста. Ну, главное, чтобы от этого никто не погибал. Вот. Ну, и вот эта вот толпа вот так двигалась в сторону Куликового поля. Мы как бы пошли немножко дальше за ними. Сами ни во что не лезли. Ну, во-первых, мы туристы. То есть мы туда приехали отдыхать. У нас… То есть ни в каких политических там всяких маневрах мы не участвовали. Но мы просто увидели, что там что-то происходит, поехали узнать, что. Вот. Потом уже, когда эта толпа подошла к Куликовому полю, это где-то через 10-15 минут было, как мы уже начали за ними идти, там был как раз вот этот вот палаточный лагерь активистов антимайдана, как это тогда называлось. Ну, на тот момент, вот перед 2 мая, мы там уже были два месяца в Одессе. То есть примерно так. То есть это с начала марта, наверное, были и до августа. Хочу сказать, что я помню вот эти вот два месяца – март и апрель. То есть там сторонники Майдана там собирались у Дюка, кажется, это где Потемкинская лестница вот в том месте. А вот на Куликово поле собирались представители антимайдана. Ну, поддержка была у них сильная. Я имею в виду среди населения, да. Антимайдана, да? Да, то есть я как бы не могу, я точно не помню, видел ли я, что они вывешивали русские флаги. Ну, я имею в виду, что после этого говорили, что они сепаратисты. То есть я лично русских флагов не видел, но я не отрицаю, что их там могли вывешивать. У людей, как бы, может, свои причины на это. Это уже другой разговор совершенно. Я лично русских флагов не видел. Но, насколько я слышал, общался с людьми. То есть они выступали за, как бы, хорошее отношение с Россией против Майдана, соответственно. Ну, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Просто я лично русских флагов у них не видел. По поводу того, что делали люди у Дюка, сторонники Майдана, не знаю. Я, как и на Куликово поле не был, так и туда лично не приходил, не узнавал, чего они там хотят, чего они добиваются. Вот. Ну, в общем, начала эта толпа. Не все, конечно. Основная масса людей просто стояли и смотрели. То есть активистов, ну, может, три-четыре сотни человек там было, вот, на первый взгляд. Я имею в виду тех, кто именно был в экипировке, которые залетали туда, там, закидывали все это горючей смесью, которые там стреляли. То есть стрельба там была с обоих сторон. Я лично видел, как люди с крыши, которые вот именно стояли, кто-то из Антимайдана, сторонники, которых загнали там на крышу, они с крыши там отстреливались. То есть это я лично видел. Ну, не знаю, насколько мне известно, никто в тот день вот именно из тех, кто атаковал это здание, от пулевых ранений не погиб. Ну, тем не менее, я видел, как люди стреляли. Снизу тоже стреляли. Это тоже видел своими глазами. Я видел своими глазами, как люди выпрыгивали из окон, что делали с людьми на земле. То есть я потом как бы... Ну, вообще, вы понимаете, что вот, когда такое событие происходит, когда ты наблюдаешь его вживую, оно как бы сильно оседает в памяти, и ты как бы уже потом начинаешь очень сильно интересоваться, что ты вот не успел увидеть. То есть я, естественно, очень много об этом потом читал, ну, наверное, потому что это самое страшное, что я видел в своей жизни. Ну, да. Вот. Естественно, потом об этом читал, то есть пытался понять, что там произошло. Потому что вот мой друг, допустим, с которым я приехал в Одессу отдыхать, он через два дня вообще оттуда уехал. И он больше не приезжал. Просто потому что... Ну, он офигел от увиденного. То есть я, наверное, еще более такой спокойный немного, но он как бы вообще у него... Очень сильно на него это повлияло. Вот. Возвращаясь к тому, что я говорил, что делали именно с людьми на земле, я не видел. Говорили потом, что те, кто... Некоторых из тех, кто спрыгивал с оконами, их на земле добивали. Я был далеко, наверное, метров двести от самого дома. То есть ничего из этого не было видно, но потому что между вот этими людьми, которые падали вниз, и были люди, которые стояли... Я поняла, да, заслоняли. Не видно было, да. Но это как бы уже люди прыгали, это уже было ближе к концу, потому что как бы они начали прыгать уже, когда пожар очень сильно разгорелся, когда там внутри здания невозможно было находиться. Либо там сгореть, либо... Слушай, а вот сам момент поджога этого здания, вот ты примерно представляешь, как это произошло? Ну, видел. Ну, что там представлять? Такое здание, оно же большое, в принципе. Оно не загорается от одной кинутой склянки. Может загореться, но здание забрасывали в течение минут 30, постоянно кидали туда эту зажигательную смесь. Его поджигали целенаправленно. Может даже больше... Я не знаю, ну... Я, наверное, увидел, ну, бутылок 50 минимум зажигательной смеси на моих глазах с той стороны дома, откуда я стоял, вот, с той стороны дома минимум бутылок 50 туда влетело. Это не одна бутылка, не две, не пять. Это 50, может 40. Ну, лишь говорю, то есть у людей, которые пришли туда на штурм, у них было все с собой. То есть они примерно знали, что они шли делать? Ну, я не знаю, что они знали. Я говорю, что я видел, что они туда пришли, я видел летящую горячую смесь. Оттуда тоже что-то летело. То есть я не говорю, что... Люди, которые там были внутри, то есть... Там же, наверное, тоже были разные. Ну, допустим, там вот какая-то женщина, которая погибла потом. Было про нее, что там кричала и так далее. Эти крики я тоже как бы сам слышал. То есть это правда. Они даже на видео есть. Вот. Ну, она явно ни в кого ничего не кидала, например. Вот. Были там, может, пару десятков каких-то молодых людей внутри здания, которые занимались непосредственно обороной. То есть один-два человека там отстреливали с крыши. То, что я видел. Некоторые откидывались чем-то из баррикад. То есть там сначала они сожгли вот эти палатки, а потом те, кто были в здании, они перебрались за баррикады. И вот потом закидывали баррикады, когда уже они как бы ушли из баррикад в здание, а потом уже закидывали само здание. То есть сначала сожгли палатки, потом сожгли баррикады, потом сожгли здания. То есть вот такие вот, грубо говоря, три этапа. А потом приехала полиция. И тут как бы, по моему мнению, как мне кажется, начинается самое интересное. Потому что 30 минут, то есть автобусов 8 точно там было спецназа или ОМОНа, не знаю, как это называется. В общем, где-то 7 или 8 автобусов полных подготовленной милиции приехало. Все они были тоже в счетах, в экипировке, готовы это сказать, вступить и решить этот вопрос, чтобы никто там дальше не погибал. 30 минут они простояли. Я лично видел, как несколько ментов там ели шаурму, какие-то анекдоты друг другу рассказывали. Это я лично видел, вот мы с другом недалеко от них стояли. В то время, как в метрах 100-150 поджигают люди здания, убивают людей. Они стояли друг другу, анекдоты отравили. Я не говорю, что этим занимали все менты. Ну, 2-3 человека вот таких, они были прям веселенькие. То есть у них все было хорошо. Хороший день, хорошее настроение, все нормально. Наверное, у них как бы не было то ли приказа вмешиваться, то ли еще что-то. Ну, в общем, они когда вмешались, уже в принципе поздно было. Потому что потом уже они туда целыми бригадами двинулись, потом уже подъехала пожарка, начали это все тушить. Ну, тушить это же тоже не делать 5 минут, пока ты там это все потушишь. Я думаю просто, что вот эти 20-30 минут и решили. То есть, наверное, если бы полиция начала действовать и ровно тогда, когда она приехала, и поверьте, вот те люди, которые там, скажем так, по несчастью, как и я, оказались, они, думаю, вот если они попытаются восстановить память, и сколько там полиция стояла, не вмешиваясь, они поймут, что в принципе, если бы полиция вмешалась вовремя, ну, может, 5-10 человек бы погибло, а не 50. Ну, потому что вот там все это было как-то… Ну да, так, в принципе, и эти, понимаешь, как вот я тоже тогда смотрела стримы и тоже понимала, что примерно так оно и было, да. Единственное, что вот эти вот провокаторы, как ты говоришь, да, которые заводили толпу, скорее всего, это они целенаправленно шли, ну, понимаешь как, их разводили, да, ты говоришь, у Дюка эти стояли, эти там стояли, их специально не сталкивали. То есть каждый себе майданил, да? Каждый себе майданил, я не помню никаких крупных стычек до 2 мая, чтобы там… Да, я же говорю. И, значит, это обязательно кому-нибудь, кому-то обязательно нужно было, чтобы эти две силы столкнулись именно вот в таком, ну, в такой бойне. И ты говоришь, чтобы антимайдановцы поддерживали многие одесситы, да? Я не говорю, что поддерживали, я говорю, что в этой толпе, которая шла, большинство было зевак, которые не участвовали в никаких действиях. Кого они поддерживали, за какой успех? Нет, я имею в виду вообще общее настроение до всего этого происходящего, что у куликовцев была, в общем, хорошая поддержка одесситов. Ну, естественно. Я думаю, что и сейчас у них есть хорошая поддержка одесситов. Я говорю… Это как акт такой запугать, да? Ну, то есть вот такой может быть. Из-за этого столкнули. Ну, тех людей, которые поддерживали их. Я не знаю причин. Просто, понимаете, я не могу ничего утверждать. Я же не… Нет, ну, я понимаю. Ты просто, конечно, делаешь факты. Я понимаю, все правильно ты делаешь. Я в первую очередь. Ты делаешь… Ты говоришь то, что ты видел. Это правильно. То, что я видел, какое… Ну, у меня есть свое мнение. Ну, мое мнение… Это мое мнение. Я не… Как… Я могу высказать, если вам будет интересно. Но… Да, да. Мне интересно. Почему нет? Конечно. Мы же тут собираемся к мнению своих рассказывать. Понятно. Ну, то… Как? Ладно. Мое мнение, что многие жители Одессы, скажем так, виноваты в том, что это проглотили. Я не говорю, что они там должны сейчас отделяться от Украины кого-то. Нет. Ну, просто вот в тот момент, когда это все произошло, то есть, ну, это страшно. Я все-таки думаю, что в Украине много было перемен в прошлом. Я думаю, что в Украине будут перемены в будущем. Вот что я думаю. Потому что то, что произошло, никто не забудет. Есть видеозаписи. За это никто не сидит. И я, допустим, не поверю, что там в Украине наступила демократия до тех пор, пока… Людей, которые там кого-то убивали, не посадят. Вот когда их посадят – пожалуйста. То есть, я за Европу как бы… Европа – это хорошо. Пожалуйста. Ну, я просто считаю, что не стоит при этом портить отношения с Россией. Ну, как-то вот так. Я тоже считаю, что выбор не стоило делать. А, понимаешь, поставили ведь и что Украину, да, что нашу Молдову, уже мы так плавно перейдем. Нас в свое время поставили перед жестким выбором. Или-или. Вот. И как бы у людей, у простых людей поддержки это не вызывало. И вот когда это поддержки не вызывает, возникают вот такие Майданы. То есть, людей тупо запугать. Я помню, как ты рассказываешь «Наш Майдан», да, когда парламент сожгли. Это уже… Я как раз это видела. Но видела, знаешь, как получилось… Я недалеко работала. Я даже не знала, что там происходит. Понимаешь? Я… Ну, что-то какие-то… И тут я по новостям слышу, что вот так и так там поджоги, да, что у нас там начинается какая-то движуха. А до этого были разговоры там… У меня как раз уже в институте учился племянник. Были какие-то разговоры, что студентов туда загоняют. Знаешь, то есть, выйдите, постоите, вам там какие-то зачеты, что-то. Ну, вот было, было такое. Вот. А мои дети туда учились еще в школе. Вот. И я знаю, что они там тусовались, знаешь, в центре, ну, как молодняк, знаешь, там это самое… Молодежь. И я слышу, вот, что там что-то происходит, да, какие-то потасовки какие-то подожгли, вот это все, пожары. Я все бросаю, бегу, думаю, а вдруг мои-то? Понимаешь, у меня первая мысль. А вдруг вот мои попали в эту всю историю? Вот. И тогда еще… Я не помню, что-то с мобильными телефонами не очень хорошо. У нас тогда еще было, по-моему, дети вечно их теряли. В общем, у них никогда их не было, этих телефонов с собой. То есть я дозвониться не могу, я туда на всякий случай прибегаю, смотрю, а там, ну, реальный мародер. Там их, во-первых, кучка, небольшая кучка. Если даже город не ощущал этого, ты понимаешь? То есть никто даже не понимал, что там происходит. Ни движения не перекрывали, ничего. Ну, то есть люди проходили мимо, а там что-то стоят, ну, там, знаешь, стоят себе. И тут вдруг этот пожар, и вот эти вот, понимаешь, вот эти вот личности, ну, явно такие маргинальные, вообще непонятные, выбегают из этого, и телевизоры эти таскают мимо меня, сколько телевизоров, вот он протащили оттуда, какие-то мониторы, знаешь, перли. Я быстренько, знаешь, тут мои дети откликнулись на звонок, и я все бросаю, бегу домой. То есть, понимаешь, вот этот переворот произвела какая-то кучка, кучка людей, понимаешь? А массовость создавалась и то, ты сам понимаешь, что такое массовость, сколько там той площади выйдет, да? Массовость создавалась за счет того, что вот студентов выгоняли, у нас же все профессоры продвинутые, да? А вот, ну, как продвинутые, я сам понимаешь, там гранты, шманты, надо же отрабатывать. А вот, у нас же как таковой ни науки, ни образования, это все на соросовских грантах, знаешь, держится. И вот, и то, что заставляли буквально студентов, знаешь, выпирать. И вот массовость создавалась вот этими студентами, вот. А грабили, и вот это все устроили, и тогда люди, понимаешь, немножко шокированные были, ну, как-то, знаешь, все присели, и пока люди находились вот в таком вот шоке, все подписали. Воронин ушел, этот пришел, все быстренько подписали, понимаешь, и уже поздняк метаться, уже все подписано. И вот так же и у них, понимаешь, произошло, но так как у нас маленькая страна, скажем так, и достаточно было одного Кишинева в одном месте поджечь одно здание, да, правительственное, вот. А у них, видишь, у них сколько городов, и плюс у них очень большое, большое различие между севером, там, и югом, западом и востоком, то есть они совершенно разные, они, и надо было несколько городов, понимаешь, ну, вот, такие вот образы, которые… – Разные, разные взгляды, разные называются. – Да, Одесса ведь могла стать очагом сопротивления, согласись. Вот. И вот, скорее всего, я именно это имею в виду. А теперь скажи мне про Молдову. Как ты живешь там, я все-таки, знаешь, туда наездами. Первое. Ты получил образование в Молдове? – Ну, да, но я не закончил, когда я на медицинском учился, но я потом переквалифицировался полностью. То есть у меня, я как бы без высшего образования, у меня самообразование, я в этой компании работаю. – А, ну, я поняла, что это я. У меня племяш закончил. Тистомициан… Тистомициан… Антонубы, говори это слово. – Тистомициан. – Вот. – Он закончил, значит, республиканскую, строился, пять тысяч зарплат. Пять тысяч лей. Он уже хирург. То есть все, он уже прошел всю аспирантуру, вот эту интернатуру, все прошел. Ты представляешь? Вот квалифицированный хирург пять тысяч зарплатил. – За четыре пятьсот лей, наверное, я работал года четыре или пять. Ну, тоже где-то пять тысяч, может, тоже зарабатывал. – Ну, как… – Перевести на евро, это у нас получается… – 250 евро. – 250 евро, квалифицированный хирург, который именно, знаешь, вот он, ну, стоит у стола, у станка, как говорится, у первой… – Да, мы говорим, вот что такое… Вот что такое наше… Чтобы люди понимали, да, кто нас будет слушать, что такое у нас в Молдове зарплаты, как мы здорово разбогатели при Евросоюзе. – Ну, во-первых, мы не в Евросоюзе, да, но, как бы, у нас, в принципе, вот… Я не помню точно даты. Когда у нас примерно вот этот… Ну, ассоциацию мы подписали соглашение в 14-м или в каком году? – Нет, раньше, раньше. В 14-м нам дали без виз, а подписали мы, по-моему… Вот 9-й, когда вот это все произошло, там, по-моему, на следующий год их подписали или в тот же год. – Может, какие-то улучшения есть, но я лично их не замечаю. То есть, как бы, свой пример… Ну, как… Я плохо могу выступать в качестве примера, потому что я, как бы, работаю на зарубежную компанию. – Понимаю, но у тебя есть окружение, ты можешь судить об окружении. – Да, то есть, окружению тяжело. А всякие вот незащищенные люди, там, которые, например, пенсионеры, ну, приходят, вот, счет, допустим, за отопление, там, получает человек пенсию, там, 2-2 500, допустим, Леев. И это еще не все получают такую пенсию. И приходит, там, счет, там, только за отопление 900 тысяч. – 1700 – это, по-моему, у нас средняя пенсия. – Да, приходит за отопление, там, от 700 до 1000 – это за одну двухкомнатную квартиру. Вот. Ну, плати. Потом еще, представьте, там, лекарства им нужно купить, покушать, там… – Хватает пенсии. Вот я знаю, что в пенсии ровно выходит коммуналка. Вот, если всю коммуналку собрать, там же не только отопление, там же надо и за воду платить, и за свет, и за мусор, и за телевизор, и за мобильную, там, или если интернет-связь, или еще какую-то, все вместе собираешь, получается ровно пенсия, ровно. То есть, ни пожрать, ни все остальное уже не на что. То есть, если нет детей, которые помогают, человек просто умирает, или не платит. А не платит, то приходят люди, выселяют, и такое у нас бывает, да. Или вынуждают продать квартиру, вот, если, допустим, ты остался в какой-то хорошей квартире, да, ты вынужден продать, а вот старики, очень многие у меня, очень много таких знакомых стариков, которые вынуждены были продать квартиру, купить где-то, или малюсенькое, знаешь, что-то вот такое, прям совсем вот такое, вот, да, чтобы только себя, как говорится, там, уложить. Вот. Либо какой-нибудь домик в деревне, там, где можно какую-нибудь эту картошечку вырастить, да. Ну, это потому, что все наши классические, скажем так, отрасли экономики загубили. Загубили, значит. И там, допустим, те же люди, которые живут в деревнях, то есть, даже те, у которых есть земля, они как бы сталкиваются с такими реалиями, что, да, не проблема вырастить овощи, фрукты и еще что-то, не проблема сделать вино, проблема, куда его продать. И так получается, что у нас даже вот в Кишиневе на рынке турецкие какие-то овощи, они дешевле молдавских. Это позор. Да. Это позор. Ну, как, позор, потому что даже какие-то 15-20 лет назад, то есть, практически все, что у нас производилось, оно, кроме реализации на внутреннем рынке, оно отлично уходило на наши традиционные рынки в Украину, Россию, в Беларусь. То есть, вина наша, наверное, французы не будут пить наши вина, потому что у них свои есть вина, они привыкли к своим сортам винограда. Тут попробуй, вклинься. Да, то есть, у нас для наших вин есть традиционные рынки, которые, как бы, уже десятками… И знаешь, что самое страшное, что на российские рынки зашли, ну, уже другие производители, понимаешь, и о молдавских винах помнят еще люди, которые помнят Советский Союз, вот знаешь, уже постарше которые. А вот молодежь уже о молдавских винах абсолютно ничего не знает. То есть, уже для них, для следующего поколения, уже не будет традиционной молдавской марки. То есть, уже про букет Молдавии никто знать не будет. Точно так же, как наши конфеты, да, и уже никто об этом знать ничего не будет. Так же, как и о наших фруктах, и о овощах, и прочих. Уже не говоря, там, вот, мебельная какая у нас была хорошая промышленность. Вспомним, мы на Россию сколько тоже вытаскивали. Уже я не говорю про сельскохозяйственное машиностроение. У нас тоже сельмаши какие были хорошие. То есть, это уже друг другого плана. Да, я понимаю, Андрюч. А как ты думаешь, вот, у тебя, вот, твои друзья, молодежь? Я хочу еще добавить, что вот до этого, до того, как подписали там эту ассоциацию, ну, нельзя сказать, что у нас все было идеально. У нас куча была своих проблем. Вот. Ну, просто люди так ведутся вот на эти примитивные лозунги. Вот мы там подпишем ассоциацию, мы вступим в ЕС, мы решим все свои проблемы, мы будем жить хорошо. Но, блин, Европу надо здесь строить. То есть, как бы, для этого... Это все и дело, что, понимаешь, Европа ищет выгоду. Она и выгоду ищет. Европа всегда ищет рынки. Она всегда ищет свою выгоду, понимаешь? А не... Вот что... Знаешь, мне все время говорили, вот, Европа, это значит, что не бросать там мусор, да, чтобы было чисто, чтобы там еще чего-то. Я говорю, ну, хорошо, вот, Неаполь, это Европа, Европа. Ну, и что здесь с мусором? Ну, это пипец. А что с мусором? Это пипец. Много, да? Это ужас, понимаешь? Это просто вот на улице валяются вот все. Понимаешь? Все. Вот так вот здесь с мусором. Но это же не значит, что это не Европа, понимаешь? Ну да, нет. Я говорю... Дело-то не в этом. Дело не в мусоре. Скорее про культуру труда, про образование, про все остальное. То есть говорить о том, что нам, естественно, стоит многому учиться, как бы, у стран Европы. Но страны Европы, они тоже разные. В первую очередь, нам, у стран Европы надо учить искать свою выгоду. Понимаешь? Вот. Вот чему надо учиться. И отстаивать свои интересы. Вот чему надо учиться. А не мусор убирать. Потому что здесь тоже не все убирают мусор. Не будет богатой страны с бедными людьми, как говоришь. То же самое, как с образованием. Понимаешь? Не надо учиться у Европы образованию. Потому что я, естественно, знаю кучу людей с тремя классами образования. Которые даже не закончили среднее. Понимаешь? Вот даже так. Не надо. Ничему этому учиться не надо. У нас все это, как бы, и свое было, и есть. И чертову маму знать. Но нужно учиться у Европы, в первую очередь, у Европы и Америки. Отстаивать свои национальные интересы. Своего государства. То есть, если нам выгодно с Россией, мы должны с Россией быть. Если нам выгодно туда, мы должны... Понимаешь? Но наши традиционные рынки сбыта от нас забрали. Что в нашем мире самое важное? Вот ты работаешь IT-специалистом. Что для тебя самое важное в твоей работе? Найти, куда свою работу продать. Ну, свой труд, да? Рынок. Ну, так, конечно. Вот. Это самый важный рынок. Понимаешь? А не это самое, не произвести. В наше время вот этих вот технологий, которые, знаешь, там за три месяца можно построить огромный завод. Причем не очень дорого, да? Как бы там... Ну, то есть, рабочие руки, там, технологии. Все это можно купить, все это можно построить, все это можно сделать. Когда ты продавать будешь? Это самое важное, Андрюша, да. А скажи мне, пожалуйста, еще, как вот с русским языком у нас в Молдавии? Вот многие спрашивают, интересуются, как у нас с русским языком? Ну, нормально. Я не вижу у нас какой-то национальной конкретной проблемы. Как это лично у меня происходит? У меня, допустим, один из лучших друзей, он молдаванин, иногда я с ним говорю на молдавском. В основном на русском. Ну, если я закажу в магазин, допустим, меня спрашивают о молдавском о чем-то, я отвечаю на молдавском. Мое личное окружение, в основном, русскоязычное. Ну, я не знаю, по-моему, человек, который с презрением относится к какой-то определенной национальности, он обычно недалекий. Этот человек, как бы… Ну, вот согласись, что у нас были моменты, особенно в Кишиневе. Ты еще молодой просто, ты не помнишь? А я помню эти 90-е, когда вот начали тоже за язык, набить там, все это… Ну, были, но это недолго было. Это было недолго. Только люди поняли, что они теряют очень важную, как бы… Ну, вот смотри, как получилось с экономикой. Я тебе сейчас расскажу на своем примере. Я, я, в общем, молдаван. Ну, вот, отец, там, пятое поколение, то есть все вот это вот. Но моя мать, она из Приднестровья. Там говорили, естественно, уже на украинском, да. Мой отец говорит на молдавском, мать на украинском. Как они… Общий язык у них какой был, естественно, русский. Вот, естественно, в семье говорили русский, и школа русский, и все. Понимаете, все вот русский язык. Потом, значит, я… Смотри, государство на меня тратит, да, денег. Обучает меня, ну, в школе это само собой. Потом институт обучает. Делает из меня специалиста, вкладывая в меня, ну, как бы, все, я специалист. Я прихожу работать. Был такой, был такой у нас организация. То есть у меня жила медицина, физкультурный диспансер, допустим, да. И тут я ухожу, значит, в декрет. И начинаются вот эти дикие 90-е, все. И тут же в этот год, пока я сижу год дома с ребенком, меняется язык. И не просто меняется, а даже не на кириллицу, которую я, ну, примерно знала немножко этот молдавский язык. То есть на кириллице я чуть-чуть владела и школе учила, и так, знаешь. А тут меняется еще и на латиницу, понимаешь. Я нахожу из декрета, а там уже все это, ну, внедрили. Нельзя, нельзя. А? Что ты говоришь? Да, все нормально. А, бывает, скайп зависает. У меня пока все хорошо. И тут внедряется вот эта вот латиница на производство, в медицину, в школы. Ну, в школы не все, правда, тогда перешли, но институты, институты перешли. И вот представь, мне дают три месяца для изучения совершенно для меня нового языка. Потому что это еще и новая графика, понимаешь, это еще новое написание. Как я могу за три месяца выучить язык настолько, чтобы заполнять медицинскую документацию? Это здоровье людей. Я не могу такое, представляешь, себе позволить. То есть, естественно, меня попросили. И вот точно так же произошло на всех производствах. Специалисты, подготовленные уже с опытом работы, да, которые могли вот все это, как бы, это производство держать, они все уходят, потому что они не освоили. У нас же сколько было специалистов, которые к нам присылали. Вот они где-то там учились. У нас нет этого института, да, они где-то там учились. И их прислали, особенно зовут Ленина, вот это, знаешь, такие серьезные, ну, предприятия. То есть, этот, как его, Точмаш, не Точмаш, а Кишинев был, ну, тоже. Ну, в общем, их очень такое технологичное, наукоемкое производство. И тут это все, понимаешь, и они с Украины, там, с Грузии, откуда, вот к нам прислали специалистов по, как бы, где востребованы были эти специалисты, туда их отравляют. И они, естественно, как они, они вообще не взут ногой молдавского, понимаешь, а тем более еще, естественно, они выходят, и все, понимаешь, и предприятие просто обескровливается. Вот как можно языком обескровить экономику, понимаешь, убить экономику просто языком, понимаешь, они этого не понимают, а, может быть, и понимали, да, целенаправленно все это делали, понимаешь, да, тоже по экономику. Где ты возьмешь новых специалистов со знанием уже вот нового языка, тебе же надо подготовить хотя бы, хотя бы лет 6, ну, чтобы они хотя бы начали, понимаешь, писать, документацию-то заполнять, знаешь, и прочее. и также точно так же в науке вот сельмаш у нас тоже все было по-русски или хотя бы на кириллице были там и молдавские дублировалась и не говорю что нет дублировать вот и у нас и понимаешь не сельмаш а господи селекция селекция у нас была такая агрономич вот этот университет аграрный университет один из самых неуважаемых практически ну из таких наиболее запущенных а раньше это был один из самых уважаемых во всем советском союзе понимаешь потому что там такая была шикарная научная база все именно я же говорю как можно вот они украинцы мне говорят ой что подумаешь язык язык вот что значит язык понимаешь это не только поменять название улиц а это это убить экономику потому что все специалисты остаются как говорится неудел наш вот таким вот образом в общем натворили да вот натворили ну как я против национального языка ничего не имею как бы я его знаю будет на здоровье но но технический язык он все равно понимаешь как ты его заменишь или хотя бы это делать надо было постепенно но не вот так резко мне кажется что вот у молдовы и украины есть одна общая деталь что ну во первых много в принципе общих деталей но я что я хочу именно подчеркнуть что во первых обе так как обе страны находились в советском союзе долгое время то вот девяносто первый год такое вообще хорошо что все обошлось большой крови начнем с этого кровь естественно была у нас в молдове как я в принципе тоже как бы считаю что в целом преднестровье это молдова ну да ну просто нельзя нельзя так такие резкие политические перемены делать вот у нас так получилось что тут как я потом читал статьи всякие о том что нас тут происходило когда когда нас тут бегали за присоединение к румынии ну была уже молдова в составе румынии там двадцатых тридцатых годах что лично мне говорила моя бабушка которая по маминой линии все молдаване по отцовской линии все русские ну вот так получилось она говорила что не знаю били плетьми что как вот мой мой дед допустим покойный тоже по маминой линии он молдавский националист а почему ну как бы он он сам молдаван он как бы за то чтобы молдова была независимой страной и так далее был и он как бы вот в девяносто первом году он был за за то чтобы молдова была независима отдельно вот от ссср он очень это все приветствовал то что тогда происходило вот но он потом плакал потому что как объяснить вот в советские времена молдову развивали а то как бы что он увидел в девяностых двухтысячных годах его очень сильно опечалило вот но я вам скажу как молдавский националист он очень сильно не хотел в румынии вот потому что у него тоже были как бы свои причины туда не хотеть в каждой семье есть свои воспоминания о том периоде о тех двадцати годах которые были потому что там была разница что вот да не с двадцатых и тридцатых годах очень неуважительно относились в умыны к молдаванам это это помнят очень многие люди которые тогда жили они теперь вот как мне допустим эту информацию они передали да а потом произошел перелом да потом были свои минусы что когда пришла советская власть но по факту республику начали развивать и причем развивать не не просто еще развивать язык и развивать вот смотри то есть даже даже для культуры вот народа до маленького народа нужен рынок сбыта ну все равно но это так цинично звучит но это так понимаешь и вот у нас рынок сбыта был одна шестая часть суши вот наши с молдавскими песнями вспомни ансамбль жёг был мирового уровня ансамбль наш он гастролировал по всей европе по америке то есть и внес именно национальную молдавскую культуру чтобы чтобы не умер этот народ и его культура ее нужно продвигать не нужно показывать ее нужно когда понимаешь чтобы ее это самое и вот и продвигали и показывали сейчас кому нафиг нужны молдавские танцы ну вот так вот эти зажигательные наши вот тот же же кому он где нужен кроме нас и нам-то уже не особо нужен потому что к нам идет испансия западного понимаешь всего он понимаешь вот это мы мы как раз развивались там и культурно и экономически мы развивались да я согласна испансия русского языка была серьезная но это было как бы оправданно потому что раздвигала наши перспективы понимаешь но мы изучали я изучала молдавский язык школе вот это было обязательно обязательно подписи везде были понимаешь там дублировались и все молдавский язык никуда не девался он оставался всегда на уровне его бы было там академия на молдавском молдавского языка развивался язык он жил он дополнялся какими-то новыми словами знаешь вот это все это все было и его и театре театральные были деятели и не ставили пьесы на молдавском языке понимаешь и и стихи и и и поэты были и писатели были и все это было понимаешь это почему-то а где сейчас просто один писатель на молдавском языке наверное есть я просто этим не интересуюсь честно говорю потому что нет рынка сбыта кто будет писать на что она вот эту маленькую молдову 350 книжек продаст ему да ему даже не интересно заморачиваться этим вот такая вот тема ладно хорошо поговорим я просто имею ввиду что основной такой наш делал я хотела про одессу раз ты очевидец мне очень хотелось действительно мнение абсолютно со стороны да я тоже пытаюсь пытаюсь быть нейтрально да то есть смотреть ну как из молдова смотреть на то что россия что украина да но у меня в какой-то момент я поняла что я все-таки больше я понимаю что пропаганда есть из той и с той стороны из молдавской смысле и свой российской из украинской это особенно все вот эти передачи соловьёва я просто смотрю новости официальные новости первый канал вести вот они там дают официальную смотрю тоже официальные какие-то новости там украинские да и подуши стресс не смотреть на эти разжигающие ток-шоу потому что для меня это шоу наш хоть это и политическое но это шоу им нужен хайп и нужен карандал нужен срачек это везде шоу понимаешь как всегда мне этого не интересно я смотрю на заявление официальных лиц и политиков на что заявляет официальные лица россии и что и заявляет официальные лица украины и я в какой-то момент понимаю что я склоняюсь в сторону россии вот таких правда вот туда понимаешь они более логичны они более ну и плюс стараюсь конечно смотреть что-то типа стрима и слушать вот людей типа тебя которые вот видели своими вот события в донецке осмотрела глазами своего друга который находился именно гуще вот этой вот этой всей всей истории да ну здесь к чему-то призывать наверно лучше не призывать их в целом я глубоко считаю за мир то есть я не считаю что там кого-то нужно за это убивать за то что они сделали в одессе просто считаю что должен работать закон закон конечно если если человек кого-то убил если допустим сторонник антимайдана кого-то убил он должен сидеть если если сторонник вот эти вот эти болельщики или кто там туда приехали убили там шайку людей но хоть одного бы посадили я не поверю что там какие-то перемены идут в лучшую сторону пока эти люди не сядут они должны получить сроки по 15 а это невыгодно их потому и не сажают что это акт запугивания понимаешь нам ничего не будет нам ничего не будет мы можем сжигать можем убивать нужно все что угодно делать там ничего не будет поэтому люди боятся люди реально там запуганы вот а что касается нашей страны ну я бы тоже вот как вы говорите я бы хотел бы чтобы преднестровье вернулась но не бывает же территории без людей то есть как я там говорил с одним украинцем и вот он не говорит вот мы тут воюем а вы там сидите просто смотрите как у вас землю забирают я говорю во первых у нас уже повоевали у нас уже они же кстати они же у нас воевали у нас хорошо предистровье воевал а что вы предлагаете сейчас вооружиться пойти туда поубивать всех кто там живет и потом присоединить преднестровье к нам так не бывает надо разговаривать с людьми понимать чего они хотят заинтересовать их какими-то успехами нашей страны во первых про преднестровье что уровень жизни у нас в молдове в преднестровье ну даже в преднестровье в некоторых моментах лучше а тогда еще чуть раньше там там реально было лучше потому что во первых у них социалка больше у них пенсии больше у них коммуналка ниже знаешь и вот именно незащищенные свои вот преднестровье живут гораздо лучше чем наши чем в молдове а заработать ну что нас преднестровье тоже ездят на заработки как и мы то есть ничего понимаешь вот так и плюс у них там как уверенность в том что не нападет молдавия все-таки да и это а еще вот сейчас смотри я не о том хочу сказать сейчас я что-то забила смысл как только кто-то из наших правителей вот тот же додон неважно кто даже еще те 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 времена как только начинаются какие-то разговоры с преднестровьем минимальные какие-то договоренности тут же активизируются унионисты и начинает включать униря мэй униря но перевод это объединение с румынией здесь у нас такие что я не знаю процент очень маленький но мутит воду и вот только преднестровье делает маленький шажок думает о том чтобы как-то разговаривать тут начинает унирия приднестровье сразу обратно такая на фиг не понимаешь все и вот этой унирией пугают и приднестровье в том числе чтобы она не вернулась это электорат вот сейчас у нас уже партии я не могу их назвать пророссийскими я все-таки больше называю промолдавскими государственниками вот эти социалисты во всяком случае риторика и заявление их я не говорят о их делах ничего не говорю не хочу я говорю о риторике риторика партия социалистов и нашего президента додона да она уже идет ну давай назовем это евроскептики вот так назовем есть евро оптимисты а есть евроскептики вот называем на читать эти партии евроскептиками вот как только они уже набирают большинство у нас внутри молдовы а представляешь если к нам присоединиться электорат приднестровье они вообще сумасшедшие евроскептики да и все и вот эти вот евро оптимистом остается только знаешь чемодан вокзал ромыния или куда они там собираются вот так поэтому ни в коем случае тот электорат присоединять не хотят поэтому пускают на амбразуру этих унионистов и они бегают с флагами понимаешь с этими унирия вперед объединяемся не очень поддерживаю такую логику чемодан вокзал потому что уже как бы у нас тоже такое было что вот начало 90-х годов да то есть если человек гражданин молдовы то есть неважно как бы я считаю по национальности все русские на граждане и молдовы патриот своей страны в каком плане патриот в том что ну я считаю что она должна быть независимой в первую очередь и я желаю развития готов сам в этом участвовать я стараюсь даже несмотря на то что работаю на зарубежную компанию здесь живу то есть были возможности уезжать то есть я думаю что я своего сына старалась чтобы он оставался в молдове он у меня кстати такие он живет еще нет то есть не уехал вот как-то просто у нас мне кажется основная проблема вот в странах постсоветского пространства это критическое падение даже не образованности интеллектуального уровня населения то есть настолько большой обвал потому что как люди вообще могут верить в то что ну как как можно вот такой какой-то открытой межнациональной розни опускаться то есть это вообще дно это конкретное дом национализма вот этого перерастающего нацизм у нас уже давно нет но вот все равно вот это есть группа организованная группа вот этих унионистов которую выпускают как знаешь вы выпускаете берлаку на аренду чтобы начать раздражали и все начать раздражаться и перед не строя и уже начинают друг другом утузить понимаешь вот как-то так вот эти цыганские вариантов когда вот эти заводят они крик виски и подключаются все понимаешь и начинают друг друга метелить ну у нас как бы все равно то есть вообще молдаване как люди они более спокойные не так много агрессии в молдаванах сложнее разжечь вот такие чувства вот наверное украинцы русские они более такие как у них тоже нет нет все зависит просто не помнишь 90 ты молодой я помню как какие были агрессивные молдаване это смотря все телевизор зависит вот ты включи сейчас телевизор и вот там вот ток-шоу разжигая ненависть обзывает друг друга и ты сможешь какие молдаване сразу станет просто пока не разжигают пока не надо а вот когда надо будет разожгут поверь мне наверное что я скорее в этом со своей колокольни как на это со своей колокольни смотрю потому что я как бы родился в семье где мама молдаванка отец русский я не могу испытывать какому-либо из двух народов потому что я отношусь к обоим народам да то есть мы в моем случае невозможно разжечь некую ненависть кто бы что не говорил вот так что мы с тобой часто в дискорде общались голосе да я теперь раз увидела очень ты симпатичный пай я понял спасибо вы тоже красивая все всего хорошо спасибо андрей спасибо за спасибо за просмотр